Мы приехали в отель Риксус Бодрум. И пока вы смотрите видео, не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, подписываться на наш канал. И пишите в комментариях, как вам отель, нам это очень интересно. И самое главное, что тур в любой отель мы можем вам рассчитать и оформить. Обращайтесь к профессионалам для выбора вашего отдыха. А мы идем дальше, и я расскажу немного про отель. Площадь отеля 187 тысяч квадратных метров, то есть он очень большой. Но всего лишь 189 номеров, включая вилы, то есть здесь максимально просторно. И дальше пройдем по территории. Еще немного в Лодме, территория отеля Риксус Бодрум. Нам рассказывали про оливковые деревья. Здесь буквально выставка. Они очень гордятся тем, что у них вековые оливковые деревья. Отель позиционируется больше для релакса, отдыха. Здесь тишина, спокойствие, играет легкая музыка. Здесь не будет шумных вечеринок, не будет дискотек. Здесь тихий, спокойный отдых. На берегу отеля, с очень удобной территорией, с очень удобным, хорошим заходом в море. У многих Риксусов общественные помещения в виде ресторанов, кафе называются одинаково. А вот, например, в Риксус Бодрум есть Годива Кафе, которое обычно для гостей идет за экстрас дополнительную плату. А именно в Риксус Бодрум Годива Кафе идет бесплатно. Можно пользоваться в рамках концепции. Здесь очень хороший кофе, шоколад, пирожные, печенье. Все это с красивым видом на море. Отель оформлен в эко-стиле. Очень много такой современной, приятной глазу мебели, которая отлично гармонирует с пейзажем. Вот такие террасы, где можно посидеть вечером с коктейлем, наслаждаясь прекрасным видом на море, горы, оливковые деревья. И здесь как раз виден основной бассейн отеля. Это основной пляж и приватный пляж Клеопатра для гостей. Здесь есть собственный ресторан для гостей, пирс. И также располагаются павильоны, которые на бесплатную скорость доставляются абсолютно для всех гостей. Здесь у нас располагается прямо на море, прямо на пирсе, Нерия Бичбар, где проводится анимационная программа каждый вечер. Собственно говоря, пирс, который доступен для всех гостей. Пирс с водными видами спорта, забронировать яхту, кататься на банане и так далее тоже можно. Но ужин на платной основе. Идем дальше. Бассейн. Основное здание. В основном здании мы уже поговорили, что есть. Здесь располагается итальянский ресторан Лоливо. Это как раз-таки сзади нас, то есть аренцовочные сейчас здесь располагаются. Располагаемся. Коломато греческий ресторан. Располагается прямо возле моря. Основной бассейн отеля среди деревьев. Очень приятная атмосфера. И сюда же выходит вид из основного ресторана. И выходим на пляж отеля Рикса с Бодром. Пойдем поближе, посмотрим пляж в отеле Рикса с Бодром. На заднем фоне виднеется остров. Это отдельный пляж для гостей Вилл. Там находятся кабаны со специальным обслуживанием. А это общий пляж. Для всех отдыхающих. Есть пирс. Для любителей поплавать с пирса. Так выглядит основной вход. Наверху территория бассейна. Пощадки для загара. Здесь внизу газонные оливковые деревья. Спускаемся на пляж. Рикса с премиумом Бодром сдаются своими оливковыми деревьями. То есть у нас на ежегодной основе проводится оливковый фестиваль. В конце сентября. В начале октября ориентировочно. Мы сюда привозим специальное оборудование. Вместе с гостями собираем оливочки и выжимаем оливковое масло. Это оливковое масло. Затем с собой гости собирают. Как подарок и напоминание о нашем отеле. То есть свежевыжить для продажа оливковое масло. Некоторым деревьям по 300-14 лет. То есть они под специальным уходом. Есть специальные сотрудники, которые проверяют состояние деревьев. Они все пронумерованы. То есть это одно из наших достояний. И вот мы снова выходим в Крисепшен. Все только холлы простоваты. Все-таки отель был построен давно. Реновация проведена только в 30% номерного фонда. 70% номеров старые. Это коридор основного здания. Основных корпусов. Все категории не обнагленных номеров. Здесь максимальное размещение двоих взрослых двое детей. Абсолютно во всех номерах представлены аккаунтами кофемашин и эспрессо. И ежедневное пополнение номера. Номера здесь в блоках. На третьей линии, что чуть подальше, номера будут следы на море. Посмотрим на них. Очень поближе. Вторая и первая линии. Крисепшен в блоках. Это будет Гарден Кюл. Достаточно близко все будет. С цветами и шампанским. Вип-сетап при заселении. Смотрим Сьют Грант. Экзекьютив Террас. Все, что с приставкой Экзекьютив, это обновленные номера. Здесь мини-терак. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. То есть не как, например, клубные вилы, у нас нет общего бассейна. Это как целая с огня. Собственно, бассейн с видом на море. И, то есть, с файм-бахтером, отдельные вилы, стирная, и, собственно, все это так. Орикс очень удобная территория. Она, с одной стороны, большая, но, с другой стороны, достаточно пологая. Здесь меньше лестниц, больше пологих заходов. Нужно вызывать баги, а можно спокойно дойти пешком. Это не составит труда ни взрослым, ни тем, кто постарше. Мы пришли и спустились на территорию Рикси Китс Клаб. Большая водная зона. Анимация детская проводится сразу же возле Рикси Клаба. Вот этот висяклопарк, детская зона, построена к 2021 году. И позайдем внутрь. Сау. Здесь детская площадка под тентом. Здесь у нас детский кинотеатр, отдельная комната для малышей с комнатой для сна по левую сторону. До трех лет детки здесь могут подпитать. Комната с плейстейшем, детский кинотеатр и детский ресторан. Комната с плейстейшем, детский кинотеатр и детский кинотеатр и детский кинотеатр. Дети из такого мини-клуба точно уезжать не захотят или попросятся снова в этот отель. Очень приятно все сделано, продумано до мелочей.